Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 февраля. У меня позавчера, 02.02, был день рождения. Вконтакте я не появлялся, наверное, сутки или чуть побольше даже. И вышел после дня рождения через сутки вконтакт. А у меня там больше 100 пропущенных сообщений. Друзья, и все это ваши поздравления. Я даже не ожидал. Очень-очень приятно. Хочу сказать огромнейшее спасибо за все ваши добрые слова, за поздравления. Я не успел еще ответить всем, но потихонечку обязательно всем отвечу. Всем, кто меня поздравил, всем пропущенным сообщением я прочитаю и отвечу. Потихонечку сейчас займусь. И что хотел сказать? Забыл, из головы выскочил опять, как всегда. А, я ж не бритый сижу. Я только что в видеокамеру посмотрел, оказывается, я не бритый сижу. Весь бородатый и не подстриженный. Да и, ребята, лень бриться, вообще лень. Раз в неделю и то лень побриться. Ну, пацаны, мужики знают. Ох, это какое неприятное дело. Полчаса стоять, шоркаться перед зеркалом в ванне. Ладно, для деревни и так сойдет. Может, завтра побреюсь. Ничего страшного. Спрашивают иногда, почему я вниз подглядываю. Там текст у меня, говорят, написан. Читаю по тексту. Как-то был комментарий такой. Не читаю, ребята, у меня телефон рядышком стоит. Я через телефон смотрю свое расположение перед видеокамерой. Поближе, подальше расположиться. Управление идет с GoPro через телефон. Можно остановить запись. Можно продолжить. Можно приблизить. В общем, я в телефон подглядываю, как я располагаюсь перед камерой. А то потом буду монтировать. Окажется, что я как-нибудь сбоку сидел или сзади камеры. Сейчас заметил один фокус интересный. Если телефон расположить вот так, перед видеокамерой, получится много-много телефонов. Как будто портал такой зеркальный. Ну-ка, еще поближе, наверное, да? Видно там что-нибудь? Много-много телефончиков, да? Открывается. Интересный фокус. Интересный. Необычное явление. Прикольное. Ладно, что-то я забыл. С головы выскочил. А, на улице сегодня у нас морозильник 25 градусов. Затопил котел. Сходил, хотел делать, поделать каких-нибудь уличных дел. Делать неохота. Зима, морозильник. Ушел обратно домой греться. В общем, говорю, снимать никуда не ездил. В лес, ни на рыбалку. В мороз вообще ничего делать неохота. И на улице делать неохота. Изобретать, мастерить ничего не хочется. В общем, сейчас один момент интересный вам расскажу. Заметил недавно. За эти последний год или полтора, или два, сколько уже коронабесят длится, ни разу не говорил свое отношение к маскам, к приивкам. И не буду, чтобы никого не обижать. Потому что кто-то за, кто-то против. Особенно, чтобы не обижать масочников и ваксеров. Но, недавно видел репортаж, как в Москве проходят в метро антимасочные рейды. Вернее, не антимасочные, а рейды против тех, кто не одевает маски. В общем, ходят, штрафуют всех подряд. Особенно бред мне понравился, когда ведущая говорит из-за кадра, что штрафовать будем всех подряд, даже тех, кто заматывается шарфом вместо маски. Парадокс. Шарф в 10 раз толще, чем маска. Чем эта тоненькая презервативная тряпочка может помочь шарфу в 10 раз толще? Нет, за шарф штрафуются, за масочку не штрафуют. Парадокс. Даже после предупреждения по рупору не все спешат надеть маску. Нарушителей останавливают инспектора. Я просто отвечала сыну в матч, сегодня футбольно опаздываю, бегу немножко, отвлеклась. Я вот так, я в этом турнике-то всегда одеваю маску. Человек приехал с другого города, откуда он может знать по существованию штрафа? Маска есть. Почему без нее зашли? Ну, задумался, рабочий день начался. Чаще всего маска у нарушителей есть. Правда, хранится она почему-то в сумке или в кармане. Говорят, забыли надеть. Но такая забывчивость может обернуться штрафом в размере 5000. Надевать маску нужно еще до прохода через турникет и перед спуском в метрополитен. И носить ее следует правильно, чтобы она плотно прилегала к лицу. Никакого толка нет, если маска находится где-то под носом или как аксессуары вовсе покоятся на подбородке. За подобное ношение инспекторы тоже могут выписать штраф. Особо находчивые укутываются в шарф. От холода он, может, и спасет, но от вирусов нет. Просто ситуацию вспомнил. Недавно ехал по трассе, нужно было заправиться на заправку заехать. Там только рост нефти стояла. Дальше ехать еще в 100 километров. У меня уже топливо заканчивалось. Пришлось зайти, а там тряпки выдают. Намордники говорят, одевайте, без намордника заправлять не будем. Пришлось брать, одевать вот такой вот. Такую позорище выдают на заправке. Для лошадиного размера головы. Не знаю, для меня так вдвоем можно одну маску одевать такую. В общем, она одевается и висит. Во, ребята, вот, ну, что-то за позорище такое. Как, от чего она может защитить, не понимаю. Она просто даже не держится у меня на голове. Вот за счет бороды только держится, наверное, цепляется. Ну, куда это годится? Чем они хотят защитить этими масками? От кого и для кого висит? Вот, я говорю, можно вторую голову запихать сюда. А шарф нельзя за штраф. За шарф штрафуют. А за вот эту тряпку не штрафуют. Тряпка-то из панбонда. Это, я так понимаю, культуры весенние полевые закрывают, чтобы они не замерзли весенними заморозками. Там огурцы, помидоры рассаду закрывают на теплицах, на грядках. И из этого спанбонда тряпки делают намордники. В общем, он даже не держится у меня. Как-то я сейчас пробовал. Он вообще висит. Вот, спадывает. Даже за счет бороды не держится. Сразу падает вниз. Дурдом какой-то. Парадокс. Штрафы за это не выписывают. А если одеть шарф, который в 4 раза толще, вот в несколько слоев свернутый, за него штрафуют. Хотя он же лучше в 10 раз, ребята. Но я вот так по-быстрому одел его, не завязывая, не затягивая. Чувствуется, что он сидит гораздо плотнее, чем этот кусочек тряпки. Наверное, у них в резервах под землей нефть и газ заканчивается. Люди теперь новая нефть. Источник заработка. На штрафах зарабатывают. Был бы повод, чтобы в карман залезть в кошелек к людям. Комментарии к важным событиям в России и мире. С вами экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. И я, Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Нефтедолларовый конвейер, который последние полвека кормит Россию, позволяя обменивать углеводороды на западные технологии и потребительский стиль жизни, доживает, похоже, в свои последние годы. По мере того, как старые еще советские месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефти обнаружить не удается, власти Российской Федерации готовятся к обвальному падению нефтегазовых доходов бюджета. Треть извлекаемых запасов российской нефти является нерентабельными в добыче. Месторождения истощаются и обводняются. Например, на гигантах Самотлории и Приобском извлекаемая на поверхность смесь состоит лишь на 10% из нефти, а в остальном представляет из себя воду и грязь. Пик добычи нефти в России может быть пройден уже в 2021 году. Если мер не предпринимать, через три года начнется неуклонное падение, которое к 2036 году достигнет 40%, а в Западной Сибири добыча сократится почти вдвое. Новые запасы, которые ставятся на госбалансы в год из год, становятся все хуже. Критическая точка для бюджета с резким сокращением доходов наступит уже в 2025 году. В результате собирать с нефтяной отрасли прежний объем налогов будет уже невозможно. Минфин России уже признал, что в ближайшие 5-7 лет федеральному бюджету предстоит пережить шоковый отказ от углеводородной ренты. В долгосрочный бюджетный прогноз до 1936 года заложено сокращение реальных нефтегазовых доходов на 40%. Именно поэтому люди должны стать новой нефтью для бюджета. Как мы давно уже говорим, нефтегазовые налоги Минфин планирует увеличить на 60%, сборы НДС вдвое, общую налоговую нагрузку на несырьевой сектор до 28%. Ну и кому же теперь полный пиздец? Как я сказал выше, ничем не занимаюсь на улице, не строю, не мастерю, не изобретаю. Холодно, снега по шею. Делать ничего не хочется, только работа с утра до вечера, работа, работа, работа. Приезжаю, весь за компьютером что-нибудь делаю. В общем, сейчас сижу, прибираюсь на компьютере, удаляю все старье, ненужное место на компьютере нет, освобождаю. Пообещал Диме, Дима, привет, знаю, что смотришь. Дима из Питера, наш защитник Шиеса, друг мой, попросил помочь, а у меня места на компьютере нет. Дима, сейчас освобожу место и тобой займемся, твоими видосами. В общем, освобождаю, чтобы не поудалять лишнего, сейчас сюда что-нибудь вставлю, чтобы не потерять, вернее, а то удалю все напрочь. Найду что-нибудь сюда вставить в продолжение, чтобы было не так скучно. Ладно, наболтал уже опять лишнюю минуту. Всем пока, увидимся, приятного просмотра. Сейчас что-нибудь вставлю в продолжение. Опачки. Незапланированный выход. Что-то у меня кранчик загрязился. Незапланированный выход в эфир. Приехал валежник пособирать в лесу на дрова. Ну и пару столбиков надыбать. Столбик отвернул. Отвернул столбик, уже давным-давно сгнил. А там змея под ним. Смотри-ка. Ух ты. Ух ты. Кусается. Как буду достать-то? Сегодня холодно. Она замороженная какая-то. О, какая красивая, да? Ладно, змейка, ползла бы ты отсюда, мне надо бревно достать. А то не хочу тебя тут раздавить случайным образом. Иди давай подальше куда-нибудь. О, кстати, озерко тут у нас выкопано. Вот такое. Тут карасики булькаются. Там вот речка впереди. И планетяне летают. Сейчас приблизим. Один большой планетянин и два дрона. О, газует. Там какая-то у него веревочка болтается внизу. Все, максимальное приближение. Вон там люди машут. О, ге-гей, говорит. О, еще там один газует. Такой на табуретке летит. На табуретке с пропеллером. Тоже им там машет, машет руками. Два дрона. Один большой и инопланетянин, другой. И два квадрокоптера вокруг него. Прикольно. Они, эти спутники ионные, их притягивают силой притяжения. Они оттянуться не могут от него. Как луна вокруг Земли вертится. Хочет оторваться и не получается. Это у нас экскурсии в Вельске делают. В Вельске есть воздушный шар. И он катает за деньги. Не знаю, только сколько, что, почем, не знаю. Не катался. А вот на этом квадрокоптере, то я катался. Где он там летает, этот? Квандан коптер. Куда-то он летел уже. Вот он. Один. Где-то там второй еще был. Второй вообще куда-то улетел домой, походу. На такой табуреточке я летал в прошлый год. Или в позапрошлый, не помню уже. О, страх он утерпелся. Ого-го было. О, какой закат. Вот это да. Красиво. Красивый закатик. Вон у нас речка там. Куда я на рыбалку бегаю иногда. Вот она, вот она. Вот она, вот она. Водичка, как зеркало. Хотел сказать, как лед. Как зеркало, спокойная, штиль. Надо бежать спиннинг брать, бежать на рыбалку.